Всем большой привет! У нас сегодня выезд уже, мы поедем домой. Так быстро закончился наш отпуск. В общем, уезжаем мы из Анапы, поедем сразу домой, не будем нигде останавливаться. Мы сначала думали остановиться в парке Лога, думали остановиться в Краснодаре, но в итоге решили, что мы уже наотдыхались с головой, поедем сразу прямым ходом домой. Я вчера намыла голову и заплела две косички. Вот. Буду потом кудравой-кудравой, как высохнуть. Пока еще не высохли. Я не вчера помыла, а сегодня просто ночью. А еще я очень рада, что обратно появились комментарии. Я прям вчера выложила этот влог и вот так вот пальчики склюстила, думаю, хоть бы комментарии не отключили. Их не отключили. Я такая радостная, прям у меня хоть праздник какой-то. Говорят, чтобы понять ценность чего-либо, надо это удалить из своей жизни, а потом вернуть. Вот. Есть даже анекдот такой про козу. Называется «Купи козу». Мы сейчас пойдем купим сувенирчики. Вон дети собираются. А Сергей пока там вещи медленно будет собирать, продукты оставшиеся. В общем, мы пройдем, на память прогуляемся. Миша нигде не расстается со своей свистулькой. Кладет ее в карман, достает, кладет в карман, достает. Пойдемте дальше. Такое жемчугинка красиво нашли. Мы купили целый пакет сувенирчиков. Дети сами выбирали. Идем. Все, сейчас уже поедем. Меня спрашивали, чем в машине развлекаться. Вот такими вот игрушками примерно. Но главное слайм нужно, чтобы был проверенный, чтобы он не прилипал к рукам, к мебели, к автокреслу. Но Никита вот выбрал себе вот такой вот слайм сейчас. Или всякие, знаете, кубики, рубики. Или вот что в руках можно вертеть. Идеально для машины подходит. Книжки нежелательно, потому что, когда долго на книжки смотришь, то тошнит может. Укачивает. Укачивает, да, когда читаешь. Да и укачивает и родителей, и детей. Мы в прошлом году брали книжки, а в итоге не стали их читать. Вообще у нас дети спят в основном. Да. Мы всегда выезжаем так, чтобы дети спали. Вот сейчас после 12 они тоже будут. И дневной у них будет сон, потом будут ехать и ночной сон будет. У нас Никитка со вчерашнего дня подкашливает. Я связываю это с тем, что мы перекупались в холодной воде. И не на озере, а вот в Джамите. Там вода была холодная, но Никита долго очень купался. Миша тоже очень долго купался. Торогу ремонтировать. Никто, да, не пропускает? Мы стоим вот на этом повороте уже минут пять. Никто не пропускает. Он мигает, Серёж, пропускает. Мигает, мигает, Серёж, пропускает. Мигает, 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 мигает. Мы сейчас остановились на перекус. Там вот есть место для отдыха Сзади меня, но оно, к сожалению, занято Поэтому перекусываем в машине Отдыхаем, ножки разминаем Потом поедем дальше Решили по пути еще заехать в Икеа Посмотреть там Я хотела Степке парочку игрушек купить Еще в прошлом году хотела купить И себе там несколько вещей посмотрю Сделаем там тоже Следующий перерыв Знаете, с чего начался сегодня мой день? Я проснулась, зашла в сообщение ВКонтакте А там поздравления От подписчиков С годовщиной свадьбы Представляете, я бы, наверное, сама с Сергеем забыла Но подписчики любимые помнят Вообще так приятно, ребят Что вы все помните Это вообще невероятно Меня никто даже из родственников сегодня не поздравил А подписчики поздравили Очень-очень приятно, спасибо большое У нас сегодня с Сергеем годовщина свадьбы 23 июля сегодня Годовщина свадьбы Вышли, расписались мы В 2011 году Значит, сегодня у нас 9 лет Не помню Какая это свадьба 9 лет, не помнишь? Это выходит фаянсовая свадьба В общем, отношения такие же прочные, как фаянс Все пережили уже Идем дальше В следующем году у нас будет выходит юбилей 10 лет будет Сереж, пить просим Дайте, пожалуйста, водички Миша занял сегодня кресло Степки Степа рядом со мной едет А Мишка в Степином кресле Ему тут спать удобнее, Миша А Степа все равно на меня ложится Так что так удобнее нам всем Пить, он проще, видишь, выпить Сереж, просилочку, арбуз стоит 25 рублей за килограмм Дорого Очень дорого, да Мы проезжали, когда ехали на Крымский мост Там арбузы Ну, не на мосту, естественно, а до моста Там они стоили по 14, помнишь? Доехали до платной дороги В ту сторону мы платили 50 рублей А в эту сторону почему-то расценки повысились До Ростова свернули А, мы на другую, да, платную дорогу? 55 у нас получилось, а тут Вот, вон расценки написано 200 рублей легковые автомобили А если не в тот ряд заехал, то вот такая ситуация происходит Псих назад, псих назад Пап, в ночь 200, а не 200, а 150 В ночь потешевле, днем подороже Мы доехали до Икеи На этот раз у нас есть целых полтора часа Даже, по-моему, два часа, да, осталось до закрытия Полтора часа, Сергей говорит В прошлый раз мы не успели, простояли в пробке И приехали за полчаса до открытия И все эти полчаса я провела с Мишей в туалете И я потом просто бежала с вами голую Я очень расстроилась, потому что хотела их там покидать А у меня не получилось Ну вот, в итоге, сегодня мы приехали по Раджи Мои кудрашки начали распускаться Надо, мне кажется, их полностью распустить уже И все И буду кудрава Ну что, пойдем переделать этим шорты Потому что пока мы ехали, они их все, естественно, запачкали И едой, и всем подряд И машину тоже все запачкали Сергей говорит, у меня машина будто не моя Я ее сколько не мою, все равно дети ее испачкают полностью Ай-яй-яй, хулиганчик, ты что делаешь? Ты камушки кидаешь? Сейчас же не может тебе камушки кидать Скотина маленькая Такая травка неинтересна Тут масочный режим Поэтому вооружились масками Сергей забыл маску, пошел в машину обратно Степа только что упал И продолжает баловаться скользко А он бегает Стой! Я, конечно, придумал Папа возьмет такую машинку И мы прицепим И другие вагончики будут ездить Ну да, так и задумано Сергей предложил взять такой на батарейках Один вагончик, да? Да Здесь все ходят в масках Вот, на батарейках Ну возьмите такой Степа говорит, каждый стул решил опробовать Степ, какой тебе самый удобный? Он даже на всех пересидел Держись Мы, в общем, сюда ехали Мы думали, мы посидим Ну, спокойно поедим тут в кафе А потом мы поедем дальше А оказывается, здесь кафе не работает Все, заботится о нашем здоровье И все отменили Будьте голодными, пожалуйста Скажем Так что выбираем вот Что нам нужно Без всякого ужина Потом пойдем в магазин Зайдем, что-нибудь купим Поедим в машине, наверное И поедем дальше Я подрабатываю Смотрите, я нашла кружки Как у меня были Я не могла их найти в экспрессе Нашла здесь Взяла аж три стуки На всякий случай Вдруг разобьются Часики в детскую комнату взяли Еще паровозик Вот такую вот стучалку Еще в прошлом году Хотела ее взять Но что-то, не знаю Не взяли Мы в прошлом году Потому что убегали По ценам это? Формочки для мороженого А я потом чек покажу И там будет цель написана Вот такая вот формочка Для курочки Тут главный помощник Следит за всем Как же без него Это не наша? Там вылезает Сереж, наш тоже Как-то там все сначала Вот такую скалку Знаешь, почему она классная? Почему? Я удивилась Почему Сергей скалку взял У нас тоже нормальная скалка Нет, ты катаешь А ручки остаются Понимаешь? А, все, я поняла А, ну не надо Чек сразу вылазит Да Внутри машинку Не надо, Степа Машинку Степ, не трогай Степ, не трогай Трогать нельзя Машинка Это паровозик, который на батарейках Для вот этого вот паровозика И чеснокодавилка И чеснокодавилка У нас никогда не было чеснокодавилки Всегда на терке тябли Сережа, терку мы не взяли Я закажу на зоне Степа, не надо рвать Не трогай Сколько всего потратили? 300 3109 рублей Тут везде такая соблазнительная реклама висит Сергей вообще расстроился Говорит, если бы он знал, что Тут нет вот этого сейчас бестро, кафе То мы бы вообще сюда лучше бы не заезжали Уже бы ближе к Лугограду были На два часа езды Ну так Степочка, давай ручку, пойдем Нет, сам Такое ощущение, что мы потеряли нашу машину Тут ходим, ходим по парковке кругами И туда обошли, и туда обошли Не можем найти Сереж, ты знаешь, где машинка твоя стоит? Ты знаешь, или мы просто ходим ищем? Просто ищем Просто ищем Говорит, ходим Сергей, я чуть не узнала машину нашу Какая-то она чистая у тебя Я привыкла искать серую Знаешь, там белую с серым Ну что, довольна это, Настя? Да, я довольна Много чего хорошего купили Я такой недовольный Не, ну я, конечно, недовольна Потому что не работает эта столовка Я знала, что столовка не работает Я очень хотела туда попасть Я хотела нормально поесть А теперь мы опять сейчас Ну какой круг? Нам все равно через Ростов тут ехать Открыли сразу Не дотерпели до дня рождения Все сразу открыли Мы свернули к Волгограду А здесь ветряки, как новогодние гирлянды горят Мигает Да, и кроме них ничего больше не глядит Я их называю ветряки Я не знаю, они как-то Ветровые электростанции Как они называются-то? Опять забыла я Ветрогенераторы Смотрите, они светятся Мы там все одновременно ДИНАМИ Сnajдём Намного Степа похлопал в ладошки. Наконец-то можно походить, да? Давай, выходи, выходи. Хочешь спать? Да. Ну а сегодня лет 6 утра, так что надо поспать. Котик нас встречает. Да? Котик. Мяукал сейчас громко, котик нас встречал. Он привет говорил. Рассказывал, что тут произошло. Привет. Разбудил Мишка вас? Хвостик. Хвостик. Хорошенький. Степа, с этой игрушкой не остается. Уже 12 часов не остается. Он толстый стал. Его хорошо кормил. Хороший кот. Я дверь открыл, а он из той комнаты. Мяу, мяу. Виде, вот. Мяу, мяу. Не подходит. Он прошлый раз, помнишь, тоже кричал. Мяу, мяу. Никита с Мишей первым делом кинулись проверять пароводик на батарейках. Мы проверим. А Никита уже проверил. Проверили уже? Ну что, работает? Катается? Сейчас. А, понятно. Он вперед-назад ездил. Кот реально такой толстый. Я от него отвыкла уже. Кот большой. Ты большой кот, хвост. Хвостик. Соскучились мы по тебе. Соскучились. Дом, милый дом. Я теперь буду пить чай из своей любимой кружки. Я просто обожаю эту кружку. Из трех. Из трех сразу. Взяла три сразу. Я обожаю эту кружку. Она очень удобная. Если у кого такое нет, попробуйте. Я ее искала в фикс прайсе давно, но так и не нашла. Потому что, ну, закончились они там. Они были с какими-то рисунками, потом вообще закончились. А вот в Икеи до сих пор продаются. Сидят, стучат там. Но он не отлипает. Ты его посади вот на стол и пусть. Эта игрушка очень тебе понравилась. Он не отлипает вообще. Весь день сидеть сегодня с ней. Тук-тук-тук-тук. Не, оно прикольно придумано. Потому что они не выбиваются снизу. Они ровно на такую высоту, чтобы здесь забить, перевернуть и дальше здесь с этой стороны. Ну, вот так. Но Степа их все равно пальцем потом сделай так, чтобы они выпали. Сейчас ответим на вопрос. Самый популярный вопрос после любого нашего отдыха. Сколько мы потратили на отдых? Сейчас у нас вышел влог про озеро. И даже там уже спрашивают, сколько мы потратили на отдых. Поэтому мы сразу посчитаем все, чтобы не отвечать каждому в комментариях. На дорогу мы потратили... Восемь тысяч. Восемь тысяч на бензин. Это две тысячи километров. Ну, тысячи туда, тысячи там. Ну, вы видели, где мы были. Мы сначала поехали в Станицу Голубицку. Это на Азовском море. А потом мы поехали в Анапу. Это, в принципе, недалеко. Там полтора часа езды от Голубицки до Анапы. И еще один раз ездили в Крым. Вот как раз на озеро. Это красиво. На жилье? На жилье. На жилье мы потратили двадцать тысячи рублей. Мы сначала снимали жилье в Голубицкой. Тысяча пятьсот рублей в сутки. И потом снимали жилье в Анапе. Там тоже стоило тысяча пятьсот рублей за сутки. Тенадцать дней. Тенадцать ночей. Да, в Голубицком мы жили шесть дней. А в Анапе мы жили семь дней. И на разные развлечения, на разные вкусняшки, на аттракционы. Просто на еду. Просто на еду, которую мы покупали. В Голубицком мы там готовили часто. Самостоятельно вечером. Потому что было где. Да. Вот. Мы потратили примерно тридцать тысяч рублей на все про все. Ну, примерно, да. Все нам понравился отдых. Мы все уставшие и довольные. Отдых был хороший. Нам понравился. Вот. Были еще непредвиденные расходы. Жалко, конечно. Но мне кажется, это уже наши расходы, растраты от них никуда не деться. Это у нас сломалась камера и у нас сломался микрофон. Потому что Сергей зашел с ним в море и он его облил. И вот у Сергея там на работе, да, премии не выплатили. Это еще, если в деньгах это считать, то... Я не захотел ее получить. Да, Сергей не захотел получить премию. В общем, если считать в деньгах, то это камеры пятьдесят тысяч, микрофон шестьдесят... Ой, шестьдесят. Шестнадцать тысяч. А сейчас у меня, кстати, есть камера такая дома в Sony. Моя маленькая камера влоговая Sony. Возможно, буду на нее пока влоги снимать. Не зря же мы ее покупали. Она у нас лежит. Мне она просто показалась неудобной. Ты попробуй, кстати. Потому что я себя не вижу в ней. То есть я с ней... Я с ней... Ну, походила тогда, я помню, недельку, что ли, поснимала влоги. И поняла, что мне с ней неудобно, потому что я не вижу задний фон. Мне... Я иногда промахиваюсь мимо себя. Ну, там я где-то сбоку, а не по центру. То есть с ней надо привыкать. Чтобы... Кушайте. Я попробую, да. И вы мне пишите потом в комментариях, как вам камера лучше на телефон или лучше на меня. Вот. Ну, отдых нас завершился. Вступаем в обычный режим. Пойду сегодня уже вышивать. У меня есть заказы. Мама ждет на даче. Заказы целые. Куча моих заказов. Я набрала их на август, но сейчас уже начну делать. Вот. И да, свекровь нас ждет на даче. Там у нее абрикосики поспели, надо собирать. В общем, вступаем в обычный режим. Будний. Оп. Пепе очень нравится. Потому что он целый день... Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Правильно, правильно. Молодец, да. Вот. Да. Угу. Угу. Хе-хе-хе. Угу. 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 Угу.